А уже в амфитеатре состоялось торжественное открытие заключительного этапа всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Он собрал лучших представителей профессии со всей нашей страны. О событии с места его проведения расскажет Альбина Ламкова. Сэмбэна ухибут и начинается урок. Здравствуйте, дети. Невозможно научить детей чему-либо, если педагог не испытывает искренних чувств к тому, о чем говорит, уверена Аюна Дорджиева. Главная цель каждого урока по родному языку и литературе – привить любовь к родному слову и отдать свои знания по его изучению, добавила она. Приехала Аюна Жамьяновна из республики Бурятия. Очень важно каждому буряту знать свой родной язык. Я стараюсь творчески подходить к урокам, применяя на урок игровые технологии в основном, арт-педагогика на урок бурятского языка и театральная педагогика. Родной язык – это неотъемлемая часть родины. Родное значит свое. Любовь к нему тоже безусловна. Его сохранить и развить – одна из главных задач. Ее решают учителя родного языка и родной литературы. Было отмечено на открытии заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы-2023». Вы волшебники, потому что именно во многом благодаря вам в нашей стране слова родной язык, язык моего рода, язык моей семьи, язык моей мамы, все еще наполнен смыслами и ценностями, ценностями, которые нас всех объединяют. Заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса собрал лучших представителей профессии. Это важное событие и одно из ключевых. По завершению конкурсных мероприятий определится победитель. Я уверен, что каждому участнику родных языков, я думаю, сегодня будет праздник, в этой неделе будет праздник, показать возможность, традиции, обычаи, культуру каждого народа. В этом году при поддержке министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова в рамках конкурса проводится отдельная номинация для воспитателей дошкольных образовательных организаций «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста». Это пройдет в Республике Северная Осетия. Концертная программа была насыщенной и разнообразной, состоящая из номеров различных жанров. Затем ведущие мероприятия актер театра и кино Александр Касаткин и актриса театра и кино, заслуженная артистка России Екатерина Гусева, пригласили на сцену тех, для кого родной язык – это то, что находится в самом сердце. Тех, кто преодолел сотни тысяч километров для возможности обмена опытом с другими преподавателями, кто делится секретами профессионального мастерства. Всего в конкурсе планируется участие более 200 человек. Затем для всех гостей праздника прозвучала известная песня, объединяющая всех учеников в исполнении Екатерины Гусевой. И, конечно, прекрасная далёка, которая совсем рядом. Открытие заключительного этапа всероссийского конкурса стал ярким и запоминающимся. Впервые на площадке городского амфитеатра собрались учителя из разных уголков нашей необъятной страны. Впереди на пути к победе специалистов ждут новые профессиональные испытания.